Руслан, как много форматов сейчас насчитывается в семье Магнит? Мы насчитываем, пожалуй, 10 основных форматов, с которыми мы сейчас работаем. Есть несколько форматов в стадии либо свертывания проекта, либо их какой-то новой реинкарнации, трансформации. Но основных, наверное, 10 сейчас форматов. Если их перечислить коротко, то кто это будет? Магнит Удома, Магнит Косметик, Магнит Аптека, Магнит Семейный, Магнит Экстра, Магнит Мастер, Магнит Сити, Магнит Го, ИКОМ. Это не очень формат, ИКОМ работает как общее дополнение для всех форматов, но тем не менее. Есть ОПТ, у нас доставка. Вы уже даже больше 10, по-моему, пальцы закончились. Перешли. Хорошо. Моя цена. Мы с вами общались как раз на эту тему осенью. Как себя чувствуют, как развиваются дискаунтеры и насколько ожидания совпали с реальностью? Очень хорошо себя чувствуют дискаунтеры. Мы открыли на сегодняшний день 58-59 магазинов. И все они показывают хорошую динамику. Причем у нас есть как магазины переделанные из предыдущих магазинов у дома, так и вновь открытые. И оба направления в развитии формата показывают очень хороший результат. Стабильный, хороший. Продажи растут. Экономика очень-очень позитивная. У нас нет цели зарабатывать много, потому что сам формат, то есть сам по себе. Естественно, о низкой справедливой цене, такой прям в низкой цене, но при этом очень хорошая стабильная экономическая ситуация в формате. Хороший приток покупателей, люди оценили, понравился формат. Я сам пользуюсь в самом деле. Это формат не про то, чтобы продавать дешево какой-то ужасный товар. Это как раз наоборот суженный ассортимент самых востребованных товаров по низкой цене. И я всегда говорю, что я хочу этот формат сделать таким, чтобы я тоже был его активным покупателем. Я сейчас являюсь им. Мы можем купить не только товар на какой-то низкой ценовой группе, но и средней ценовой группой, даже чуть выше. Тунец, хлеб хороший, овощи, фрукты, безусловно, с высоким требованием по качеству и обслуживания, и товародвижения. Так что формат этот успешный для нас на сегодняшний день. Мы еще недолго его потестируем, я думаю, в течение этого года. И надеюсь, что он пойдет у нас уже в активность, в фазу развития, в рулаут. То есть это пока все еще тест? Формально да. Формально да. Потому что мы все-таки дорабатываем какие-то мелочи. Хотелось бы в продуктив выйти уже совсем готовым и начать активно развиваться по территории всей страны. Так что сейчас мы допиливаем, дооттачиваем какие-то совсем мелкие нюансы. А в каких регионах сейчас есть дискаунты? Практически во всех. Даже в московском регионе тоже есть. То есть вы открыли, получается, буквально по одной какой-то точке. А наблюдаете как-то, есть перетекание покупателей? То есть они, как сказать, они вот становятся только пользователем дискаунтера? Или они как-то делят покупки, допустим, дискаунтер за одним, там, в магнит? Да, хороший еще вопрос, на самом деле. Это вопрос о дифференциации, в принципе, форматов. Да, люди, живущие рядом или пользующиеся каким-то непосредственно дискаунтером, пользуются им уже сейчас активно, мы это видим. Мы можем наблюдать за этим через нашу систему лояльности, через карты. Но если нужно что-то большее в качестве предложения, тут уже люди, конечно, пользуются, покупатели пользуются и магазином у дома, и даже гипермаркетингом нашими суперсторами. Вот, может быть, даже магнит-косметика, если нужна какая-то специфика, да. Так что этот формат не забирает на себя полностью весь объем покупки наших покупателей. Вот это использование магазинов внутри семьи достаточно активно остается. Вы именно эту цель преследовали, чтобы вот дать людям возможность в том числе вот именно так разделить свои потребности? Или все-таки как-то иначе представляли, как это будет работать? Знаете, нет, мы не в том числе. Это, наверное, можно сказать, что это в том числе, потому что, конечно, основная задача была попробовать именно дискаунтер, хороший качественный дискаунтер. В этом была основная задача. Продавать не 6-7 тысяч СКЮ в магазине, а существенно меньше. И тем самым сэкономить на операциях, тем самым сэкономить на потерях, тем самым повысить эффективность использования пространства, места, вплоть до конкретной единицы товара. За счет вот этой высокой эффективности, естественно, иметь возможность понижать цены для покупателей. То есть это мы создавали дискаунтер. А то, что покупатели пользуются разными, дифференцированно понимая разными форматами магазинов магнит, как раз говорит о том, что наша модель дифференциации и мультиформатность успешна. То есть покупателю понятно, почему и куда, зачем ходить. Другой формат. Магнит-мастер. Около месяца прошло, как он открылся. Как обстоят дела с ним, насколько он популярен у жителей Краснодара, как я пока понимаю. В других городах вы пока еще не открыли. Пока не открыли. В других городах хороший формат очень. Первые дни вообще показали ошеломляющий успех. Пришло очень много людей. При том, что мы и не рекламировали, по большому счету, никак открытие. Вы помните, новость об открытии пришла от нас вместе с открытием. Мы видели, что мы в будущем откроем, запустим. Никакого не было. Мы видим, что необходимо сейчас несколько доработать ассортимент. Туда нужно больше дать позиции сезонного ассортимента. Больше, наверное, про ремонт. Причем разнообразно. То есть понятно, что у нас основные потребности мелкого ремонта руками покрыты. Но мы видим, что нужно дать несколько больше разнообразия. Электроинструмент. Может быть, другие ценовые уровни. Так что сезон развиваем, сократим косметику. У нас больше появится теперь упор на профессиональную косметику, которая сейчас тоже представлена. Ну и, скорее всего, что-то связанное с кормами для животных тоже будет урезано в своем объеме. Мы видим, что там это не особо востребовано. Так что формат находится в такой активной фазе изучения покупательского спроса, нашего предложения. Мы активно общаемся с покупателями сейчас посредством магазина. Люди приходят, оставляют свои отзывы, говорят пожелания. В общем, они все нам помогают. Мы это впитываем как губка вместе с нашими поставщиками. Учаясь у них тоже, в том числе. Потому что экспертизы на рынке не так много по формату. Сам формат достаточно закрытый. Но вы будете какие-то точки еще открывать, тестовые? А где следующие, когда появятся? Мы откроем еще Краснодар. Мы очень надеемся открыть большие города, типа Москва, Санкт-Петербург. Мы смотрим сейчас места. Это тоже, вы же понимаете, у нас нет пока сейчас четкой формулы, какую локацию выбрать. Мы тоже пробуем. Так, Магнит Сити, вы открываете достаточно активно его. Вот в чем основная ценность этого формата? На какой вызов вы отвечаете, открывая вот эти магазины? Гибрид магазина и кафе? Да, гибрид магазина и кафе. Но Магнит Сити у нас пострадал сильно от пандемии. И мы сейчас смотрим на дальнейшее развитие, как это будет дальше развиваться. Но, что важно, формат Сити стал донором для нескольких, нескольких очень успешных решений и для магазина дома, для формата магазина дома. Несколько технологий, каких-то покупательских особенностей мы взяли сейчас из Сити и будем реализовывать в других форматах. Вот, мы очень надеемся на восстановление трафика на пешеходных улиц, что люди вернутся к активным прогулкам. И, может быть, тогда Магнит Сити вернется к своим показателям, к тому, что мы от него и ожидали изначально. Это не значит, что формат работает плохо. Мы уверены, что он может работать лучше. У вас есть формат ГОУ? Где он работает и будете ли его тиражировать? Мы очень хотим тиражировать этот формат киосков. Мы видим в нем перспективу, причем большую перспективу. Это очень большое, широкое покрытие наших городов, да и не только, но в основном, конечно, городов. Мы хотели бы развивать формат. Есть некоторые ограничения, связанные с его развитием, так как это все-таки киосковая торговля. Там есть свои требования со стороны, в том числе и законодательства. Но тот магазин, который сейчас уже построен, показывает более чем хорошие результаты. Даже в два раза лучше, чем мы ожидали. И, как я сегодня сказал на сессии, не надо этот успех связывать с тем, что он расположен на парковке на швове. Что происходит с форматом ОПТ? Потому что так и непонятно. Вы с ним распрощались или вы все-таки продолжаете его как-то экспериментировать с ним? Мы потихонечку прощаемся с ОПТом, потому что сами оптовые продажи мы переводим на формат магазинов больших, тот же гипермаркет, супермаркет или распределительные центры, откуда мы можем отгружать поставки. Но если очень коротко, то мы видим, что с течением времени в основном инфраструктура локаций и вокруг локаций, где расположены магазины, ожила, развилась. Там появились новые либо жилые комплексы, либо офисные комплексы, дороги построены. Поэтому мы сейчас верим в то, что мы можем обратно эти магазины трансформировать в супермаркеты семейные или суперсторы экстра и дать им, условно говоря, новую жизнь уже в классике наших стандартных форматов. Ну и последний вопрос, такой, скажем, философского плана. Многие малые предприниматели жалуются, что если рядом открылся магнит, то все, можно закрываться и идти домой. Вот какой бы совет вы могли бы дать таким маленьким бизнесменам, чтобы, условно говоря, что им нужно сделать, чтобы на рынке всем было хорошо? Магнит, как и любой другой крупный ритейлер, вообще крупная компания, достаточно структурирован и систематизирован. И в рамках этой структуры системы с большой долей централизации и принятия решений, с большой долей стандартных, от каких-то абсолютно стандартных внутренних процессов и явлений, безусловно, не может быть настолько гибким, настолько, может быть, знаете, таким одомашненным, как вот какой-то частный предприниматель, который имеет магазин, в том числе рядом с нашими торговыми объектами. И не надо бояться того, что магнит придет и все закроются. И не надо бояться открывать свой магазин рядом с магнитом. Мы знаем много примеров, множество примеров прекрасного соседства, потому что подобный магазин, когда он работает для своих покупателей рядом в районе, он может дать... Более четкое предложение? Нет, дело не с точки зрения. Четкое предложение локального ассортимента может быть, да, это правда. Но и какого-то более такого, знаете, одомашненного обслуживания. Хозяин такой лавки, он знает, как правило, по именам всех своих покупателей, да, вот они общаются. К сожалению, мы пока не пришли на такой уровень обслуживания. Мы, конечно же, хотим к этому прийти. Но по объективным причинам это сложно для такой большой сети. Так что здесь вопрос, я бы не сказал бы, что это конкуренция, хотя, конечно, с точки зрения привлечения покупателей это конкуренция, но это все-таки в большей степени дополнение. Когда покупатель может прийти к нам, купить что-то, что ему необходимо, да, и прийти к частному предпринимателю, к какой-то небольшой лавочке там или магазинчику, и купить локальный ассортимент, там добрать что-то, что нет в магните, в том числе и там же реализовать там свою потребность социального общения. А у вас есть какие-то проекты вот с фермерами, как были, например, у ваших коллег по рынку, когда вы в свое ставите, в свое помещение кого-то? Да, у нас есть не только такие проекты, когда фермеры и частные предприниматели могут продавать у нас, таких очень много, и мы, кстати, очень к этому тянемся, потому что мы понимаем здесь важность вот этого ассортимента, качество, локальности производства, особенно фреша для покупателей. Но у нас есть и другие проекты, которые начинаются с момента закладки, так сказать, урожая даже, даже так. Поэтому мы очень много и плотно сотрудничаем с фермерами, безусловно, это сейчас является неотъемлемой частью вообще, наверное, развития бизнеса, особенно вот развития фреша. Спасибо. Спасибо.